Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф и обсудим очередной видеоролик про похудение. Как тяжело сбросить лишний вес в Германии, как тяжело найти хорошие продукты. Опять недовольство. Слушайте, уже продукты не те. Значит, уже в Германии продают продукты, прям полностью напичканные химией. Одна сплошная химия. Слушайте, можно подумать, зимой где-то можно купить ненапичканные овощи и фрукты. Но овощи еще куда не шло. Свекла, допустим, картошка, морковка. У нас полным-полно ненапичканной продают. И я думаю, что в Германии тоже с этим проблем нет. Что свекла, что морковка, морква, как говорит Настя и Аня, тоже ненапичканные. Но если они, конечно же, выбирают там мытую морковку или еще какую-то, а не обычную такую простую, да, то это их проблемы. Ну, здесь опять же надо показать себя, что, ой, мы за хорошие продукты, а в Германии хороших продуктов нет. И люди там едят столько много майонеза, картошки фри и очень много людей с проблемами с ногами. Настенька, ау, вы забыли, девочки, как вы толкали в рот все подряд и ту же картошку фри. И еще совсем недавно покупали и ели одну порцию на двоих. Слушайте, какие же правильные решили стать. А то, что сами нажирали и толкали в себя огромные порции вредной еды, видимо, сейчас этого не понимают и не замечают. Ну, нет, надо же себя белить. Что интересно, как они сказали, Аня с Настей, что, значит, они набрали огромный вес, пока находились в Германии. Ну, так понятное дело. Если они в Польше гоняли туда-сюда на доставке и в Украине, возможно, не сидели на месте, то, естественно, вес у них, может быть, так и не набирался. А в Германии ели, пили, спали, ничего особо не делали, да? Ну, и выбирались в город, причем это была вредная еда, мы с вами видели, что они ели. Поэтому, что здесь удивительного? В Германии халява и ничего делать не надо. Вот вес и вырос, да. Дальше про весы сказала, слушайте, я понимаю, что смотрят мои обзоры и сказала про весы. Но я же говорила, что это нечестно по отношению к своим зрителям. Если уж взялись худеть и записывать видеоролики, то честно по отношению к зрителям будет, если они встанут на весы, покажут свой изначальный вес, ну, а потом свои эти ппшки показывая и потом уже покажут результат, насколько они похудели. А то, видите ли, весы у них неправильно показывают, то они показывают меньше на 500 грамм, то больше на 500 грамм, и вот они якобы ждут весы, чтобы показать свой вес. Ну, я не знаю, даже покажут они или не покажут свой вес, или это так просто отговорочки, но честно было бы действительно показать свой вес, и потом как он уменьшается. И вот это да, тогда это и честно, и интересно. В этом соглашусь. Ну, а дальше, значит, уже Настя показывает, что она готовит на ужин. Это салатик, это капустка, это свёклка сырая и морковочка сырая. Значит, всё это Настя нарезает и говорит, что ещё свеклу поставила варить Ане, потому что Аня не ест свежую свеклу. Ну, а потом уже, когда она нарезала салатик и показала, заправила, показала его в тарелке, ну, она сказала, что много как бы получилось салатика, но это нам, говорит, на двоих с Аней. Забыла, забыла и запуталась, да, и решила обмануть зрителей. Говорила же, что у Ани отдельный салат, у неё свекла отварная, а у Насти отдельный сырая свекла, капуста и морковка. Эх, Настяка, Настяка! Запуталась в своём вранье. Уже хоть бы сказала тогда, что это мне на два раза. Она ж прям делила, да, полосочкой в миске, что якобы это на двоих. А Анька-то будет отварную свеклу есть. Поэтому забыла, видать, забыла, и решила салатик разделить на двоих. То бишь Аньке двойную порцию, отварная свекла и ещё плюс сырая свекла. Ну и дальше там Анька что-то за кадром говорила, когда Настенька прям, слушайте, толкала такие речи умные по поводу похудения, и что надо кушать, как нужно кушать. И она вот может позволить себе яблочко съесть. И вот она ещё йогурт ест. И опять эту ладошку показывала, сколько нужно съедать еды. Вы знаете, диета – это тоже не особо хорошо. Должно быть просто правильное питание, либо какое-то ограниченное питание. Я никогда не, скажем так, поддерживала какие-то строгие диеты. Здесь должно быть действительно всё правильное, вот именно как правильные продукты и правильное питание. И никакой копчёности просто, ничего жареного и ничего жирного. Ну, естественно, естественно, не тазы, а порции. Но девочки решили прям показать, что они чуть ли не голодают, да. Но только что-то вот совсем, прям совсем незаметно. Вот Настя и говорила, что у неё прям живот ушёл. Уже живота не стало. Пару дней, и как быстрёхонько вес улетучивается. Интересно, куда улетучивается? Ну, и, в общем, опять же, она сказала, что вот, пишите, комментируйте. Я буду показывать, как мы худеем, что мы едим. Настюшенька, ты не забудь, девочка ты наша, что когда показываешь, что вы едите и как худеете, ты помни, что нужны весы. Потому что всё остальное, это просто получается, что брехня. И получается, что вы врёте своим зрителям. А я, если честно, ребят, могу сказать, что я не верю. Я не верю в их правильное питание. Ну, не знаю, ребят. Потому что, ну вот, знаете, они какие-то настолько мутные и настолько вечно недовольные, злые, брехливые, что нет абсолютно никакого доверия от слова совсем. А ещё Настя рассказывала, как в школе, да, им давали такой салатик. И как она не хотела его есть. То есть это свекла, морковка и капуста. И она его вообще не хотела есть. И поэтому она там кому-то отдавала этот салат, чтобы ели. Мальчишкам там или кому, да. А сама она его не хотела есть. И она не понимала просто тогда, сколько это витаминов. И какое же это полезное блюдо. Если бы она в тот момент понимала, будучи ребёнком, да, то она бы, конечно же, всё это ела. А теперь, да, вдруг осенило девочек, что надо есть только правильную еду. Надо есть овощи, надо есть фрукты. И причём ещё и качественные. Только-только наяривали. Слушайте, картошку фри. Только наяривали. Что они там ещё наедали? Булки, когда ехали из Украины. Помните, как Настя толкала в рот, не успела сесть в автобус? А сейчас всё, прям резкое, да, просветление в голове, и мы на правильном питании. Ну, правда, ребят, смешно, правда же? Да ещё рассуждают так о других людях, которые в очереди в магазине, там, прям в кафе, да, стоят за майонезом, потому что майонез, не представляют себе жизни без майонеза. Девочки, вы себя забыли. Вы бы про себя рассказали, а не про других. А так это получается свинство по отношению к посторонним людям. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех обнимаю. Всем пока.